Меньшинство подчинилось большинству. Меньшинство подчинилось большинству. Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге не построят в сквере у театра драмы. 17. Газета «Коммерсант» номер 87 от 23 мая 2019 года, СТР. 3. После публикации результатов опросов ЦИОМа об отношении жителей Екатеринбурга к строительству храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы глава Свердловской области Евгений Кывашев заявил, что есть основания исключить сквер из списка возможных площадок для строительства. Вчера же на совещании у полприда президента ВУРФа Николая Цуканова федеральные и региональные чиновники сошлись во мнении, что в протестах вокруг строительства храма на месте сквера могут быть виноваты деструктивно настроенные силы и отдельные экстремистские элементы. При этом участники совещания отметили, что конфликт не имел межконфессиональной окраски, и решили внимательнее изучить мнение горожан, чтобы позволить им выбрать место для строительства храма. Вечером в среду ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга о строительстве храма в сквере у театра драмы. Только 10% участников сочли эту площадку для строительства удачной. В противоположной точке зрения придерживаются 74% опрошенных. После публикации опроса глава Свердловской области Евгений Кывашев признал, что при подборе площадки были допущены ошибки, и я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМа дают основания. Исключит скверу театра драмы из перечня мест для размещения храма Святой Екатерины. В Екатеринбургской епархии после оглашения данных ВЦИОМа заявили, что такие результаты опроса были связаны с перегретостью общества и не отражают существующую ситуацию. Фото – Владислав Ланшиков, коммерсант. Напомним, массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере около театра драмы начались в понедельник, 13 мая. За четыре дня было задержано около ста человек. После этого в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который предложил местным властям провести опрос горожан об их отношении к проекту строительства, по итогам которого меньшинству должно подчиниться большинству. В свою очередь, губернатор Евгений Кувашев пообещал представить четыре альтернативные площадки для строительства храма. Горожане также могут подать свои предложения на сайт городской администрации, а окончательно площадку выберут с помощью рейтингового голосования. Протесты вокруг строительства храма региональные и федеральные чиновники обсуждали в среду на совещании у полприда президента РФ Вурфа Николая Цуканова. Отмечается рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений, заявил Палпред. Как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. Любые такие действия будут получать адекватную правовую оценку. Заместитель главы администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов также заявил, что причиной протестов стала деятельность отдельных экстремистских элементов. Господин Цуканов напомнил об обязанности региональных и муниципальных властей на ранней стадии прогнозировать и пресекать любые конфликты вокруг культовых сооружений. Профилактику экстремизма Палпред предложил особенно активно вести в интернет-пространстве, благосфере, социальных сетях. Дмитрий Дризи о поведении региональных властей в ситуации с храмом. Ситуация переведена в русло конструктивного диалога, строительство остановлено, сообщил участникам совещания Евгений Кувашев. Уверен, мы совместными усилиями найдем конструктивное решение. Господин Цуканов его ответом не удовлетворился. Он отметил, что, если бы изначально власти обратились к мнению специалистов-архитекторов, урбанистов, общественных организаций, такие вопросы бы не возникали. Люди не выступали против конкретного объекта, они выступали за сохранение сквера. «Необходимы четкие программы по строительству и обустройству зон отдыха, парков и скверов в Екатеринбурге», заявил господин Цуканов, посоветовав делать выводы всем присутствующим губернаторам. «Надо было более внимательно изучить настроение людей, пожелания. Строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным», добавил господин Магомедов. «Нужно поступать так, как нас ориентирует президент. Все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей». «Почему в России появилось неожиданно много защитников скверов». Впрочем, по мнению главы Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова, в обсуждении должны участвовать только те, кого эта тема затрагивает. «Мы с вами соседи на лестнице, живем в Ленинском районе и обсуждаем, строить на площадке кладовку или нет». Предложил он сравнение и продолжил. Но приезжают ребята из вторчермета и говорят, что лучше знают, что делать. Акция протеста началась 13 мая на территории сквера у Свердловского государственного академического театра драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины. Фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. В тот же день произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма Фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. Акция протеста сопровождалась импровизированными концертами Фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. Участница акции протеста в сквере, в котором планируется построить храм Святой Екатерины Фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. Храм Святой Екатерины намерены возвести к 300-летию города в 2023 году фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. Строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей фото, коммерсант, Владислав Ланшиков. Участник акции протеста на фоне охранников Фото, коммерсант, Марина Молдавская. Поводом для конфликта послужило возведение забора на месте будущей стройки в сквере около театра Фото, коммерсант, Марина Молдавская. Сотрудники полиции во время акции в сквере у Свердловского академического театра драмы Фото, коммерсант, Марина Молдавская. Участники акции протеста в сквере около театра Фото, коммерсант, Марина Молдавская. В ходе несогласованной акции протеста противники строительства повалили часть ограждения и затем стали гулять по скверу Фото, коммерсант, Марина Молдавская. Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма фото, коммерсант Владислав Ланшиков По мнению областных и городских властей, у акций протеста, которые проходят рядом со сквером у театра драмы, есть организаторы фото, коммерсант Марина Молдавская В свою очередь защитники сквера утверждают, что это стихийное явление фото, коммерсант Владислав Ланшиков Противников строительства храма удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы Академии единоборств русской медной компании Полиция в конфликт не вмешивалась Фото, коммерсант Владислав Ланшиков 14 мая этот инцидент обсуждался у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил к себе сторонников и противников строительства храма По итогам встречи участникам дискуссии не удалось найти компромисс Позже было объявлено, что строительство храма продолжится Фото, коммерсант Марина Молдавская В тот же день акция протеста, в которой приняли участие 2000 человек, возобновилось фото, коммерсант Марина Молдавская Во время протестной акции противники строительства храма Святой Екатерины разрушили временный забор фото, коммерсант Марина Молдавская Во время акции собравшись сокричали мы за сквер, это наш город, водили хороводы, а также исполняли песни под балалайку и велончель фото, коммерсант Владислав Ланшиков Сотрудники разгвардии собрались на месте разрушенного забора, чтобы активисты не проникли внутрь фото, коммерсант Марина Молдавская Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 23 человек фото, коммерсант Марина Молдавская По неофициальным данным, полиция задержала около 30 человек фото, коммерсант Владислав Ланшиков Также известно, что одного из протестующих с переломами ребер увезли на скорой фото, коммерсант Марина Молдавская 15 мая стало известно, что задержанных противников храма обвиняют в организации акции без уведомления фото, коммерсант Марина Молдавская Утром 16 мая 21 участник акции был арестован на срок от 2 до 10 суток фото, коммерсант Марина Молдавская Утром 16 маяona Натарина Молдавская Ш Продолжение следует... В тот же день произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма. Фото, коммерсант. Акция протеста сопровождалась импровизированными концертами. Фото, коммерсант. Участница акции протеста в сквере, в котором планируется построить храм Святой Екатерины. Фото, коммерсант. Храм Святой Екатерины намерены возвести к 300-летию города в 2023 году. Фото, коммерсант. Строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Фото, коммерсант. Участник акции протеста на фоне охранников. Фото, коммерсант. Поводом для конфликта послужило возведение забора на месте будущей стройки в сквере около театра. Фото, коммерсант. Сотрудники полиции во время акции в сквере у Свердловского академического театра драмы. Фото, коммерсант. Участники акции протеста в сквере около театра. Фото, коммерсант. В ходе несогласованной акции протеста противники строительства повалили часть ограждения и затем стали гулять по скверу. Фото, коммерсант. Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма. Фото, коммерсант. По мнению областных и городских властей, у акций протеста, которые проходят рядом со сквером у театра драмы, есть организаторы. Фото, коммерсант. В свою очередь защитники сквера утверждают, что это стихийное явление. Фото, коммерсант. Противников строительства храма удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы Академии единоборств русской медной компании. Полиция в конфликт не вмешивалась. Фото, коммерсант. 14 мая этот инцидент обсуждался у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил к себе сторонников и противников строительства храма. По итогам встречи участникам дискуссии не удалось найти компромисс. Позже было объявлено, что строительство храма продолжится. Фото, коммерсант. В тот же день акция протеста, в которой приняли участие 2000 человек, возобновилась. Фото, коммерсант. Во время протестной акции противники строительства храма Святой Екатерины разрушили временный забор. Фото, коммерсант. Во время акции собравшись сокричали мы за сквер, это наш город, водили хороводы, а также исполняли песни под балалайку и виолончель. Фото, коммерсант. Сотрудники разгвардии собрались на месте разрушенного забора, чтобы активисты не проникли внутрь. Фото, коммерсант. Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 23 человек. Фото, коммерсант. По неофициальным данным, полиция задержала около 30 человек. Фото, коммерсант. Также известно, что одного из протестующих с переломами ребер увезли на скорой. Фото, коммерсант. 15 мая стало известно, что задержанных противников храма обвиняют в организации акций без уведомления. Фото, коммерсант. Утром 16 мая 21 участник акции был арестован на срок от 2 до 10 суток. Фото, коммерсант. Смотреть. Минус.